Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Прием у зараженных коронавирусом готов. Хабезий начал работу новый ковид-госпиталь, где предусмотрено 150 коек, 42 из которых реанимационные. В региональном отделении «Единая Россия» наградили волонтеров и представителей общественных организаций, которые оказывали помощь больным COVID-19. Ее по праву можно назвать профессиональным диктором областного радио на русском языке. Ушла из жизни наша коллега Вера Топчева. Ей было 75 лет. Будут знакомить с традиционной культурой, обычаями и ремеслами абазина. Также проводить свадебные обряды, концерты. В Кисловодске строится центр. Вести из Оперштаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 8 823. Из них 5215 выздоровели. Госпитализировано 667 человек. 150 коек, 42 из которых реанимационные. В Хабезе начал работу новый ковид-госпиталь, который оснащен всем необходимым медицинским оборудованием. С главным врачом Хабезской центральной районной больницы встретилась Фатима Даурова. Во время перепрофилирования больницы в ковид-госпиталь был проделан большой комплекс работ по подготовке резервуара для кислорода, по прокладке и разводке кислородных магистралей и точечному подведению О2 к определенным местам. На сегодняшний день развернуто 150 коек. Из них 105 коек оснащены кислородными точками. Также у нас имеется газификатор большого объема, более 10 тонн, для того, чтобы беспрерывно подавать больным, которым необходим кислород. То есть все те требования, которые предъявляет приказ 198Н Минздрава Российской Федерации, на инфекционных койках РГБУ с Хабезской ЦРБ полностью соблюдаются. Новый госпиталь оснастили всем необходимым медицинским оборудованием. Это инвазивные и неинвазивные аппараты ИВЛ, компьютерный томограф, рентгенаппарат, ЭКГ, УЗИ, аппараты Боброва. Со дня на день в распоряжение коллектива ковид-госпиталя поступят дополнительные аппараты для искусственной вентиляции легких. Порядок поступления и оформления пациентов в госпиталь регламентирован Минздравом Карачаева-Черкесии. Госпитализация в инфекционных госпиталях не проводится. Госпитализация в инфекционных госпиталях проводится только после предварительного согласования с Министерством здравоохранения КЧР. Поэтому иногда возникают вопросы, связанные с тем, что больные, приезжая, считают, что их должны положить. Это не получится в связи с тем, что Министерство здравоохранения в зависимости от тяжести состояния больного, в зависимости от наличия сопутствующих заболеваний и наличия соответствующих коек в разных госпиталях Карачаева-Черкесской республики, принимает решение, куда госпитализировать больного. То ли это будет городская больница в городе Черкесске, то ли это будет Узжигучинская больница, то ли это будет Хабецкая ЦРБ. Персонал госпиталя укомплектован из числа сотрудников Хабецкой Центральной больницы. Есть все необходимые специалисты, готовые оказать профессиональную помощь больным, которые поступают с разных районов республики. На сегодняшний день в госпитале проходит лечение 36 пациентов. Фатима Дорова, Марина Кушпова, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Они оказывали помощь людям в тяжелый период обострения коронавирусной инфекции. В региональном отделении партии «Единая Россия» поблагодарили волонтеров и общественников за работу в период пандемии. Среди награжденных – молодые ребята, которые на протяжении нескольких месяцев, рискуя своим здоровьем, оказывали поддержку жителям республики. На церемонии награждения побывал и Алихан Лепшоков. «Вы каждый день находились на боевом посту и оказывали помощь жителям республики. И сегодня каждый из нас выражает свою благодарность за вашу самоотверженность и доброе сердце», отметил руководитель сполкома партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев. С марта волонтерский центр «Единая Россия» начал свою работу при региональном оперативном штабе по профилактике распространения коронавирусной инфекции. За это время волонтеры помогали покупать продукты, лекарственные препараты, раздавали продуктовые в наборы нуждающимся. «За время работы волонтерского центра у нас получилось объединиться с общественными организациями, объединениями, советами. То есть всеми теми людьми, которые неравнодушно вообще отнеслись ко всей этой ситуации, вовремя среагировали. Это позволило в каких-то моментах нам сделать такие вещи, которые, например, в других регионах вызывали резонансную реакцию. Поэтому работа была проведена колоссальная». Также особо отметили работы благотворительных фондов республики, которые за время вострения болезни каждый день выезжали и оказывали помощь жителям. Многие объединились с волонтерским центром «Единой России», что позволило оперативно вести работу с людьми. «Хочу выразить огромную благодарность всем общественным организациям, всем, те, которые посчитали, что они должны свой вклад внести в это непростое дело. Конечно же, огромное спасибо. Огромную работу сделали. Допустим, что касается депутатов, мы полностью по всей республике распределили всех депутатов. По районам, по городам, по каждому участку». Почетные грамоты Президиума Парламента Республики «Благодарственные письма руководствам молодой гвардии «Единой России» вручили волонтерам и представителям общественных объединений. Сами волонтеры отметили, что сегодня очень важно тесное взаимодействие общества и власти в борьбе со второй волной распространения коронавирусной инфекции. «Безусловно, и та рабочая группа, которая у нас была, которая объединяла некоммерческий сектор и властные органы, и мы какие-то проблемы решили все вместе и эффективно, она, безусловно, тоже в силу необходимости теперь будет работать, действовать. Надеемся, что мы переживем. Все это самое главное – не отчаиваться. Самое главное – знать, кто это будет делать, если не мы». В период второй волны каждый из них продолжает свою работу, тем самым оказывая свою поддержку и любовь к ближним. Аляхалип Шоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Карачаево-Черкесии без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура ночью 1,6, днём 17-22, а в горах ночью минус 4, плюс 1, днём 10-15. В Черкесии без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура ночью 3-5, днём 20-22 градусов тепла. Мегадешевизна в магазине «Вецкие меха». Только до 31 октября. Норка за 37 тысяч рублей. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Рядом с магазином «Магнит». Всё, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Печальная весть. На 76-м году из жизни ушла наша коллега, диктор радио ГТРК Карачаева-Черкесия Вера Топчаева. Более 40 лет её голос задавал настроение всем, кто настроился на волну. Веру Фёдоровну по праву можно назвать первым профессиональным диктором областного радио на русском языке. О её творческом пути и работе, и воспоминаниях коллег, а также почему её назвали примой, расскажет Альбина Ламкова. Я каждый день старалась радиослушателям сказать обязательно что-нибудь хорошее. Работе Вера Топчаева отдала большую часть жизни. Ей доверили выйти в эфир всесоюзного радио и произнести фразу «Говорит Москва». Кроме того, вела концертные программы. Главный диктор страны Юрий Левитан научил её работать с карандашом над текстом. А диктор Ольга Высоцкая раскрыла её секреты техники речи, логики чтения и мысленного общения с радиослушателями. 30 лет за этим столом в прямом эфире Вера Фёдоровна приветствовала всех радиослушателей. Её голос знала вся область, потом и республика. Низкий и глубокий, проникновенный и невозмутимый, интеллигентный и в то же время домашний и родной для многих жителей нашего региона. К её голосу прислушивались, в него влюблялись. Новости о культурной и общественно-политической передаче. Вера Фёдоровна знала, как преподнести любую информацию. Говорит Черкесск. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Она была совершенством и в тексте, и в слове. Её профессионализм складывался не только в умении грамотно, чётко и надёжно выполнять свою работу, но и в заданные сроки, вспоминают коллеги. Это очень пунктуальный человек был, надёжный. В голоса, конечно, и по сегодняшний день я не представляю. Такого голоса нет. Вера Тупчева преподавала и азе актёрского мастерства, когда в 90-х годах создавалась студия телевидения. Ребята, работавшие на родных языках, привозили в так называемую общую копилку материалы для программы новости к этому часу. И, соответственно, сказывалась какая-то специфика, нюансы родных языков. У кого-то слишком много было жиши, у кого-то было много согласных, кто-то глотал окончания, как я, например, такое тоже было. И вот она всем нам помогала убирать эти нюансы из произношения, из своей речи, где это удавалось. Безусловно, она осталась в нашей памяти как человек очень интеллигентный. Её голос не сравнится, наверное, ни с одним звучавшим по Карачаевой Черкесии. Голос Веры Топчевой остаётся эталоном для диктора. Для молодых коллег на радио она была наставником. Совсем не навязчиво. Каждый день мы своим примером учила работать. До конца 90-х, когда работали такие дикторы, как Вера Фёдоровна Топчева, как диктор Краевого радио Эмма Каравинская, как наша Люца Кумукова, у нас перед глазами был пример, как надо правильно говорить. И на русском языке, и на национальных языках. У каждого свой был диктор, эталон произношения правильного. И Вера Фёдоровна, конечно, в этом смысле была непревзойдённым диктором. Мы её назвали примой. Фаррида Седохмедова говорит, что талант Веры Фёдоровны был безграничен. Миша Анакохова сделала передачу обо мне на русском языке, и Вера Фёдоровна читала мои стихи, и я услышала, как правильно надо читать свои стихи, потому что я так не читала. На этом программа радио Карачаева Черкесии окончена. До свидания и всего вам доброго. Альбина Ламкова, Алибастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. В 13 дней сотрудники МВД по Карачаевой Черкесии совместно со Следственным комитетом МЧС и волонтёрами проводили поиски Мурата Хубива, который 6 октября 2020 года около часа ночи вышел из дома и не вернулся. Сегодня труп 30-летнего мужчины был найден на территории одного из частных домовладений села Дружба Прикубанского района без видимых признаков насильственной смерти. После проведения следственных мероприятий причины смерти будут установлены. В Кисловодске появится Центр абазинской культуры. В нём туристов будут знакомить с традиционной культурой, обычаями и ремёслами народа. Местная администрация выделила для постройки Центра 1600 квадратных метров земли. Этот проект реализуется местной национальной культурной автономией Абазин-Абазашта. Строительство ведётся на собственные средства активистов при поддержке меценатов и жителей города. В Центре будут представлены исторический музей, кухня, сувениры. Помимо экскурсий здесь предполагают проводить свадебные обряды, концерты и кружки по изучению абазинского языка и танцев. Исторический культурный объект имеет очень важное значение, особенно для народов, которые на сегодняшний день считаются малочисленными. Сохранение культурного наследия является первостепенной задачей для любого народа. Каждый народ имеет право сохранить, приумножить и передать своим потомкам то, что накапливалось тысячелетиями. И вот в этом проекте очень много обозначено интересного. Это и передача этнокультурных ценностей, и исторического знания, это и народные промыслы, это и музыка, и танцы. И один момент, прям всё, была готова уехать. А сейчас я и апостиль сделала, ну вот, всё приготовила. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Возвращение». Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»